Меня кто-нибудь видит? Слышит? Да, да, видим, слышим, спасибо. Точно? А презентацию мою видно? Да, презентацию тоже видно, можно приступать, спасибо. Чудо. Так, спасибо на добром слове, всех поздравляю с праздником 60-летием. Так, моя лекция будет посвящена как раз самому началу ксимнафтики, более того, по сути, можно сказать, история перед самым началом космонавтики, перед Гагарином были лунники, перед лунником были спутники. Ну, соответственно, перед спутником была работа, которая привела потом как к спутникам, там к лунникам, так и к полету Гагарина. Это все было, казалось бы, это разные события, но при этом все это началось приблизительно в одно и то же время, работа над всеми этими проектами. И благодаря тому, что началось так рано, и удалось так достаточно эффектно нам войти в космос, запустив сначала опять спутники, лунники Гагарина. Ну, с чего же все это началось? Ну, смотрите. Так, презентацию все видят, так ведь? Ну, надеюсь, видят. Поехали. Второй слайд. Ну, смотрите, вот ключевой момент. Первый момент 5 октября 1957 года. Почему я назвал 5 октября? Всем привыкла к 4 октября. Просто, да, 4 октября, это было по времени Москвы, когда был запущен первый спутник, там 22 часа с копейками. Даже на самом Байконуре, когда запускали спутник, было уже 5 октября, начинался уже новый день. И весь мир также узнал о спутнике 5 октября, когда вышло сообщение ТАСК, когда вышли газеты. И вот я поместил карикатуру Хелсу Биструпа, о том, как он представил, встречали весь мир. Там достаточно забавная карикатура, видишь, что все люди радуются. Вот капиталист по центру получает удар. Это может быть такая ирония, но при этом, да. Это мы привыкли думать о спутнике, как о величайшем событии, когда стали достижимы самые дерзновенные мечты человечества и прочее, прочее, прочее. Но при этом на Западе отношение к первому спутнику совершенно порой другое. Там это называется спутниковый кризис. То есть ситуацию можно больше называть действительно паникой. Чего-то в этом роде. Почему же все это получилось? Почему же, казалось бы, не достаточно небольшой шарик весом 83 килограмма привел к таким серьезным последствиям? Ну, причин несколько. Например, одной из причин было то, что американцы до этого очень долгие годы говорили о запуске своего спутника, проекта «Авангард», который должен был весить считанный килограмм, но может быть 10 килограмм. Вот выглядело привязательно вот так. Вот здесь этот шарик, это «Авангард». Его снаряжают в полет. Снизу видна последняя ступень ракет-носителя. Справа виднеется реконструкция трехмерная, как спутника, так и последней ступени. Вот это спутник они должны были запустить. Думаю, что запустят первыми. Была очень большая пиар-акция, посвященная этому событию. Рассказывали, как это круто, какым великим научно-техническим уровнем нужно обладать, чтобы запустить первый спутник. И все вокруг крутилось, вокруг шарика, вот массой, ну пусть до 10 килограмм. Советский Союз уже запустил спутник массой 80 килограмм. Что получается, он 8 раз расходит в США. Мне до сих пор интересно, какая была бы реакция Запада, если бы они узнали, что последняя ступень ракет-носителя, также выше на орбиту, весила еще... А ну вот, интересно, спутник весил еще 8 тонн. Вот. Это в одном масштабе. Наш первый спутник, планируемый американскими, из последней ступени, ну и наша последняя ступень-носителя. Собственно, именно ее видели тогда люди, принимали за первый спутник. То есть это было объявлено, что вышла на орбиту последняя ступень, но не говорились массу. Массу не сказали, чтобы не раскрывать параметры нашей баллистической ракеты, чем она, по сути, та же являлась. Из-за больших габаритов этой ступени и как раз именно ее видели люди в небе, когда там было много историй, думаю, вы слышали о том, как наблюдали полет спутника в небе. И вот это была в основном последняя ступень. Ну, об этом тоже объявляли. Ну вот, с чем все началось? В целом, конечно, есть много точек отчета. Можно вспомнить про Цолковского, космиста, там, Джульверна. Но именно поработать отдашим спутником, по сути, началось в 1953 году. И причиной этой работы были порой совершенно разные события, казалось бы, не связанные друг с другом. Некоторые события там попали на первые полосы газет, некоторые на вторые, ну, а некоторые остались известны только непосредственным участникам. Вот первое событие, которое попало на первые полосы. Так, но я хотел запустить видео, но пускай будет картинка, ладно. Это испытание нашей первой водородной бомбы, РДС-6С. Слойка. По сравнению, это скорее атомная бомба с термоядерным усилением, но, тем не менее, это был тоже термоядерный заряд, и у него был ключевой момент. Первую термоядерную бомбу испытали США. Но это было совершенно транспортабельное чудовище, которое собрали прямо на острове, взорвали, острова уже нет после этого, не стало. Его нельзя было перевозить на самолете. А наша же бомба имела массы порядка 5 тонн, и вполне могли взять на борт уже стратегические бомбировщики. Но бомбировщики можно сбить, поэтому вскоре после испытаний не за среди машинстрирования Малышев поехал к КБ Королеву с вопросом, а можно ли разработать ракету, которая способна отправить вот эту бомбу, ну, некий заряд, массой 5,5 тонн, на территорию вероятного противника. Вопрос был достаточно непростой, потому что на тот момент КБ-1 Королева работала над подобной баллистической ракетой нужной дальностью, но у нее было по массе всего порядка 3 тонн полезной нагрузки. Причем работа уже началась, то есть начались работы у субподрядчиков, например, Гушко уже начал испытывать двигатели для новой ракеты, а тут, получается, нужно было остановить всю работу, начать разрабатывать ракету с нуля, потеряв, скажем, пару, год работы, как минимум. Потому что нельзя было здесь 3 тонн сделать 5,5 тонн, это почти в до раза больше. То есть нужно было заново начать проектировать ракету, отправив их от прошлого, наверное, в общем виде только компоновку. Ну вот, соответственно, но тем не менее Королев дал согласие, потом было выпущено постановление правительства, которое это фиксировало, и так началась работа над ракетоносителем Р-7, которая, собственно, и стала первым космическим ракетоносителем. Но также было понятно всем инженерам, что 5,5 тонн на траектории полета к США, это порядка тонны двух на орбите Земли. То есть создав такую филистическую ракету, мы создаем носитель, который способен вывести спутник. А диалоги о спутниках-то начались, как раз в то время начались разговоры, связанные с созданием Международного физического года. То есть до этого были так называемые Международные полярные годы. То есть они прошли уже несколько раз, и это заключалось в том, чтобы ученые из разных стран, прилегающиеся к полюсу, к северному полюсу Земли, одновременно изучали атмосферные явления. Именно одновременно изучение с нескольких точек позволяло гораздо лучше изучить события, гораздо больше дать от нашей Земли. Последний полярный год прошел перед Второй мировой войной, и многие материалы были потеряны. Не надо было провести новый полярный год, но решили не размениться на полярный год и провести геофизический год. То есть чтобы ученые из стран всей Земли одновременно по общей программе, контролям, проводили одновременные исследования. Наверное, один из самых глобальных научных проектов человечества на тот момент. Да и сейчас, наверное, тоже. И чтобы было какие-то достижения, было решено. Ну, а также спутник. Но на самом деле, тогда это были только разговоры, даже хоть спутник попал на официальный вымпел, как вы видите, между ровного физического года. Но, тем не менее, этот пензален был получился чуть позже. Но в тени разговоры шли, и было понятно, что этот год будет в 57-м году. Значит, если запускать спутник, лучше запустить и в этом году. Ну, опять же, возвращаемся к нам. Мы знаем, что разрабатываем ракету, которая должна к 57-му году уже начать летные испытания. Но ракета – это полбеды, полдела. Да, мы можем вывести на орбиту порядка тонны двух. Но возникает вопрос, а что в этих тонны двух должно быть? Какая научная аппаратура? Это нам сейчас легко думать о том, что спутник, для чего они нужны. Тогда, кроме некоторых мысленных экспериментов, никто серьезно не думал о том, какое оснащение нужно иметь на спутнике Земли. Более того, было большое количество нерешенных вопросов, связанных с заведением спутника. Например, было неизвестно, сколько он проживет на орбите. В разной тонкости. Чтобы это все решить, даже, чтобы понять, какие задачи требуют решения, Келдыш, Вячеслав Келдыш, тогда руководитель одного из отделов Математического института Академии наук, собрал у себя в кабинете достаточно звездный состав. Вот, встреча с Келдышем. То есть он, во-первых, там были его сотрудники. Вот здесь изображен Егоров, которым не задолго до встречи дал задание впервые в мире рассчитать траекторию полета к Луне. Но высота была действительно звездной. Вот, мозговой штурм, как я назвал, 14 февраля 54-го года. Он пригласил Королева, главного конструктора, понятно. Там были сотрудники Келдыша, Ахатцимский, Енеев, Егоров, Сарычев. Все достаточно потом известные, стали академиками. Но тогда в коллективе Келдыша людей старше 30 лет было, наверное, двое, сам Келдыш и Ахатцимский. Все остальные были совершенно молодые, полные энтузиазма, бывшие студенты, которые только что выпустились из МГУ или Бауманки, и практически еще даже не прошли нормальную аспирантуру. Собственно, как раз в качестве аспирантской задачи Егоровы поручили расчет полета к Луне. Ну, видно, что от академической новки был академик Капица, то есть, понятно, институт физических проблем, корреспонденты Кибель, которые занимались за погодой, Седов, кафедра механики и математики, Вернов, который занимался космический Волчен, и Хакин из Фиана. Также работой на спутнике мы занимались с ней четыре и пригласили оттуда Тихонравова, Максимова и Сумского. И вот на этом мозговом штурме были очерчены круг проблем, которые нужно было решить для запуска спутника, и не только. Как я сказал, решала задача полета к Луне, а также, например, решала задача о спуске, о спуске объекта с орбиты. То есть, как вывести, уже тогда представляли, но задавался вопрос, а как спустить спутник с орбиты, хотя может быть без человека, но желательно и с человека. И вот эта задача была непростой. Наверное, многие знают, кто такой Теодор фон Карман. Это был тогда очень известный ученый. То есть, ну, ракетчиков вообще тогда было достаточно мало, ученых, которые занимались ракетами. Но это и сейчас достаточно весом величина, то есть ему придет много там, скажем так, отчасти открытий, например, многим известна линия Кармана. То есть, это линия, полет, выше которой считается космическим. Физиком известна дорожка Кармана. Это вихревая дорожка, которая взрывается с гидравлического объекта. Ну, при обтекании некого объекта происходит срывы вихрей. Вот этот срыв вихрей образует дорожку, которая называется дорожкой Кармана. Вот смотрите, что он говорил о спуске с орбиты в том же 54-м году. Он считал, что, если вы можете прочитать, что проблему температурного барьера решить труднее, чем языкового барьера. Потому что понятно было, что при входе в атмосферу начнет нагреваться трение. приходит об эту самую атмосферу и вот начинаются проблемы. Причем было совершенно непонятно даже какие там температуры. До этого момента известно было только, что входит метеорит, это было известно, что они разрушаются. А температура, которая получилась при снятии спектра приходит в атмосферу, там получались десятки тысяч градусов Цельсия. И вот, соответственно, впервые задача была поставлена перед Инеевым. Это наш соотечественник, математик. И он впервые в мире решил задачу спуска приторможения об атмосфере со спуском спутника Земли. Это пионерский отчет. И в этом отчете впервые в мире было показано, что вернуть человека с орбиты возможно, он не поджарится, его не раздавят перегрузки. То есть, были показаны какие-то возможные температуры. То есть, это был пионерский отчет. И мы, отчасти, пользовались феоктисты, когда разрабатывал корабль. Вот, зерно было заложено, и зерно было решено. Вот, впервые в мире была решена задача. Но, это было у нас. А что было в США? Вот здесь показан Джеймс Хаггерти, который объявляет в начале программы по запуску спутников Земли в 1955 году. То есть, да, они решили запустить спутник, тогда же пробили, и чтобы логотип был изображен спутник Земли. И, мало кто сомневался о том, что они его запустят в нужное время, будут первыми. Вопрос был, что запустить. По сути, это было две программы. Вот программа «Орбита». Эту программу предлагала армия, Редстоунский арсенал, коллектив под руководством Вернера фон Брауна, бывшего немецкого ракетчика, который когда-то работал на Гитлера. Ну, вот смотрите, то есть, у Вернера фон Брауна были прорывы достижения. То есть, самая большая американская ракета, это была ракета Редстоун, до которой создал его коллектив. По сути, это было увеличено ее Фау-2, по идее. Также была топливная пара, таким образом она управлялась в полете, просто была куда больше того же Фау-2. И вот на базе этой Фау-2, то есть, лично базе Редстоуна, он предположил взять его в качестве первой ступени, в качестве следующих ступеней сделать такой связки маленьких двигателей отвердотопливных Бэби-сержант, то есть, на первой ступени сделать цепочку из двигателей, в нее вложить еще три двигателя, и сверху еще один двигатель, а сверху поставить такой шарик, без какой-то научной аппаратуры. Научную аппаратуру не планировал. То есть, задача была возможная, то есть, с точки зрения цены, это был самый дешевый способ вывести спутник на орбиту. Вот пример, как это выглядела, эта сборка. берем и собираем из имеющихся ракет ракет-носитель. Возможно, и как раз это было одно из предложений о том, как его отправить спутник на орбиту. Но у него был конкурент, проект ВМС, так называем Авангард. Вот как он выглядел. В отличие от проекта Верный Фумран, это был более классический ракет, многоступенчатый, с обычным делением ступеней. Причем, многие вещи должны были бы сделать уже специально под проект Авангард, то есть, не собирать из готовых ракет. Первая ступень это величная ракета Викинг, вторая ступень Аджена, переделанная ступень уже, тоже готовая. В общем, идея была в том, чтобы аккуратно сдать нужную ракету на базе имеющей технологии. Надо сказать, что сейчас любят упоминать в США о том, что если бы взяли проект Вернера фон Брауна, то был бы запущен спутник куда раньше. Это правда. Но тогда же забывают о всех негативных, то есть, недостатках проектора Вернера фон Брауна. То есть, во-первых, в Вернер фон Брауна прилагал носитель. Ему был, скажем так, интересно спортивный момент, то есть, запустить спутник первым. Ему было не то, что не интересно о том, что этим будет заниматься спутник на орбите, но он происходило понимал, что разработка аппаратуры радиопередатчик и так далее требует времени, времени и сил. Более того, требует даже не сама разработка передатчиков, а разработка приемников на Земле. Нам отчасти было хорошо, у нас был большой носитель, мы поставили мощный передатчик, который могли принимать все любители на Земле. Даже специально в радио рассказали, как сделать приемник под этот сигнал, и в нем было ничего сложного. Каждый человек, который увлекался радиотехник, мог его сделать. Но это из-за того, что у нас спутник был большой, и там можно было поставить мощный передатчик, порядковато. У американцев небольшие килограммы требовали очень слабых передатчиков, которые нужно было ловить на Земле гигантскими антенными полями. Миро Фронт понимал, что да, он, конечно, может сделать спутник, запустить спутник, но передатчик, если поставить его под на Земле, никто не поймает. А на создание специализированных сложных антенных полей для приема сигнала нужно время. Поэтому чисто спортивный подход. Я доделаю носитель, запускаю его, уже дальше сами решайте. И по этому случаю проект Иванкард был куда более грамотный. То есть он предлагал не просто носить, он предлагал систему, то есть запуская спутник, на котором предлагались уже научные приборы, которые должны были стать. А главное, создание под приемы с них специализированных приемных станций системы мини-трек. Вот здесь показаны, как они должны были располагаться. То есть виднеется решетка этих антенных полей, вот снизу человек сидит под антенными полями. И на это просто требовалось время. То есть реально вот эти станции, даже при создании Вангарда, они были созданы как раз в самом конце 1957 года. То есть по сути прием сигнал с нашего первого спутника был первым их таким боевым крещением первой работой. Это была очень сложная работа, но это сделалось. Поэтому, да, Вангарда, верный шумбрал мог запустить спутник раньше при помощи своей носителя, но этот спутник нельзя было поставить никакой научной аппаратуры, его бы нельзя было увидеть глазами, он был слишком маленький. Его даже, наверное, сложно было бы отслеживать радаром. когда изучали проект Вангард о том, что нашли всего несколько радаров, которые как-то могли сопровождать, а и то они плохо подходили для этих целей. Уже в 1958 году, когда запускали штатные спутники, было не единственное два случаев, когда думаешь, спутник на орбите, хотя он давно лежал в океане из-за ошибки выведения. То есть есть шансы, что если бы Вернфу Брауну разрешили, он бы вывел спутник, никто бы не мог доказать о том, что спутник на орбите. То есть были бы считаны изменения, до сих пор могли бы спорить о том, был бы спутник или нет. Ну да, конечно, эта проблема Вернфу Брауну была в спортивном подходе к этой идее, но также были и отношения к нему негативные, как бывшего нацистского конструктора, который работал на нацистскую Германию. И да, эти, скажем так, антигерманские строения были сильны, приемы, об этом тогда вспоминали. Мне даже понятно, казалось бы, первый спутник, как ты так говорила, лидер свободного мира выводит первый спутник, и что он должен вывести это при помощи бывшего немецкого нацистского конструктора, что в США нет своих инженеров, которые на это способны. Поэтому, да, в том числе из-за этого проект был оставлен чисто американский проект авангард. Мы же относительно у нас был хороших размеров, видите, его справа, вот этот МБР, как делалось, он был способен вывести порядка, полторы тонны, и мы делали объект D массой 1300 кг, приблизительно. То есть, мы его напичкали все возможные научные аппаратуры, которые смогли придумать, разрабатывали сложную систему терморегуляции, то есть, там были специальные жалюти, которые должны были открываться и закрываться при повышении температуры, сбрасывать тепло. Там была сложная система связи, то есть, это был действительно сложный проект. Также мы прорабатывали, уже начали прорабатывать проект по запуску биологического объекта в космос, для проверки, может ли человек выжить в космосе, а также наработки по иритируемому объекту D, так называемому проекту D1, который потом стал D2, потом стал Востоком, который выявил Гагарина. Ну, в общем, вот, работа унашла, рассчитатель разрабатывался, и здесь показаны о том, как выбирается авангард, как идея о нашем запуске одобряется, и Саби Седов, вы помните, он был на мозговом штурме у Келдыша, сообщает об этом на 6-м международном астрономическом конгрессе. То есть, это было, по сути, официальное объявление с нашей стороны о том, что работа на спутниках идет. Ну, в общем, дальше. К началу 1957 года получается достаточно неприятная ситуация. То есть, да, Королев создает носитель вовремя, и он должен выйти на испытание как раз уже в середине 1957 года. А вот работа над нашим тяжелым спутником, объектом Д задерживается. То есть, гигантское количество институтов, которые должны были поставить научные приборы, просто не успевают все сделать, и, как там было написано, можно было создать спутник, только не ранее конца 1957 года. То есть, получается, у нас может оказаться носитель, который способен вывести спутник, но при этом мы не можем запустить спутник, только потому, что мы решили зарабатывать хороший, нормальный, тяжелый спутник, и можем из-за этого, скажем, оказаться вторым. Это было бы очень обидно, поэтому вот была принята идея в феврале 1957 года о том, что давайте разработаем экстренно простейший спутник ИНЕКС МПС. Вот, 12-го было записка, 15 февраля уже принимается постановление, там был совершенно звездный состав, там кто-то не подписал. И вот, так начинается идея создания нашего шарика, к которому все привыкли. 3-го марта первая летная на полигоне, 12-го марта отчет СРУ, просто это очень веселый отчет, показывающий о том, как мало они знали о нашей космической программе. То есть, у нас уже семерка стоит на старте, а они там пишут о том, что Советский Союз может сзади МБР где-то не ранее 59-го года, и там нагрузка у него будет килограмм 700. В общем, пугаться надо, но все еще не скоро. Но при этом уже 15-го, мы запускаем пуск, это было неудача, но США об этом узнают, потому что у них специальный радар в Турции, и чтобы понять, что у нас происходит, отправляют У2. Они догадывают, что у нас где-то находится полигон, где не знают, но чувствуют, что он поднабжается по железной дороге, и У2 отправляют, фотографируют все на свете, надеясь, что он что-то зафиксирует. Так и получилось. На одном из снимков после самого горизонта, не без деталей, был замечен стартовый комплекс, это был как раз стартовый комплекс семерки. Тем временем, 21 августа, у нас первый успешный пуск проходит, это очень важно, потому что было выдано согласие о том, что мы можем запустить простейший спутник, но было сказано, что это должно быть не ранее, чем после двух успешных испытаний семерки в формате МБР. Вот в августе. Это было первое испытание, то есть после второго уже можно начинать. Второе испытание было в сентябре. У-2, который направили для нас, после этого испытания направляется У-2, уже зная координаты, она проходит нашим стартовым комплексом, снимает его, наконец-то в США хоть что-то узнает про нашу ракету, хотя до сих пор потом плавали о том, как она выглядит. Даже имея реалимационную схему второй ступени на орбите, то есть в снимке стартового комплекса никак не могли понять, как же выглядит наша компоновка. Ну все, соответственно, как я сказал, первый запуск МБР успешен, второй успешный, и все готово, спутник уже готов, и вот 4 октября 57-го года 22-28 в московском времени спутник отправляется наверх. Ну, даже дней вам, наверное, сложно оценить, насколько это было великое достижение, мы в этом вспоминаем, но мне нравится, вот я взял из книжки советской фразы, написанной 59-м году человек вспомнил, по сути, выразил свои эмоции, как он увидел спутник небе, и вот он думал, что будет дальше. И вот, пересекая привычные созвездия, плыл спутник, а мы два человека, обвиненные заботами, мы привыкшие больше смотреть на то, что делается на земле, сейчас забывавшие о небе, стояли, задрав голову, стояли на шевелях. Начали поздно, улицы села пустые, все жители забрались под крыши. Все выглядело, как всегда, а он на пористо продолжал плыть несквозь сквозь небо, и изрыгающий огонь ракеты, и вонзающийся сквозь пустоту в вечернюю ночь, и астронавты, впервые, что упавшие ногой на почву Марса, той планеты, которая дала пищу для самых невероятных легенд, и купающуюся в утренней заре красивой и таинственной Венеры. Нет невозможного в завтрашнем дне человечества, рушатся легенды, выспранные фантазии кажутся смешными, сказки туснеет от будущей действительности. Нет невозможного в завтрашнем дне. Космическая эра началась. Ну все, я рад. Могу показать вот в моей книжке, об этом упоминалось, вот что у меня вышло. Более того, сейчас идет сбор на новую книжку, как раз посвященную Востоку, то есть как мы создавали корабль, вот смерху можно видеть картинку, посмотреть на меня и еще мои книжки. Если есть вопросы, задавайте. Павел, я хотел бы, чтобы вы поподробнее рассказали о своих книжках. Все-таки не все знакомы с ними. Как можно вам посодействовать в их издании, как можно подписаться на них? Ну, старые книжки можно купить, как у меня, так они есть и в интернете. А вы оставьте тогда, пожалуйста, свои координаты, чтобы люди могли с вами связаться и... Ну, смотрите, ну вот, здесь есть ссылка на новый мой проект. Я вот запустил ее как раз, он активировался как раз в 12 часов с начала вебинара, и вот начался мой проект, посвященный сбору средств на создание этого. То есть там пока новое рубля, потому что уже третья часть миг прошла. И чем далее? Это вторая часть Луны? Нет, вторая часть Луны должна быть позже. Ну, казалось бы, это юбилейный год, 60 лет, то есть материалы есть. А, понятно. Я решил продвинуть вторую часть и написать книгу, «Правосток». Она начинается с самых первых пусков собачек, то есть у нас же в этом году юбилей не только Гагарина, более того, в этом же году было... В 51-м году, на 10 лет раньше Гагарина, полетели впервые в космос живые существа. Точнее, не просто полетели, а впервые слетали в космос, вернулись живыми. Это были собачки цыгана Дейзик. Вот. Это тоже юбилей, который, подозреваем, могут забыться в этом году, но это очень важный шаг по пути Гагарина, когда мы начали, по сути, изучать космос, как он влияет на живые существа, то есть в реальных ракетных экспериментов. Вот в самых первых пусках цыгана и Дейзика мы через следующие пуски пускали катапульты, вот как были шли подготовки, вот отчеты НЕЕВа я разбираю, там идет проект ОД-1, ОД-2 переходит к Пиактийстову, как выглядел Меркурианский, как реагировали наши полеты в США, и вот до Гагарина, а потом до конца проекта Восток. Книжка заканчивается на Восток-6, ну и с неким общим экскурсом. Вот это идея книжку написать и вот и собрать деньги. Проблема в том, что я пока все книги... На самом деле эта часть удобна, то есть когда люди подписываются на этот проект, они сразу понятны, что людям это интересно, то есть это здорово. То есть это я в список тех, кто помог мне собрать книжку. То есть если откроете Венеру или Луну, там вы видите список спонсоров, которые помогли создать электронную копию, ну то есть макет. То же самое сложное, не дорогое, а сложное, хотя по цене это где-то сравнимо, это создание макета книги. Оно занимает очень долго по времени, потому что каждую страницу нужно там верстать. У меня профессиональной, со мной работает девушка Ирина, которая занимается версткой, не знаю, что бы из нее делал. Но вот мы долго вылизываем практически каждую страницу, и ведь кроме текста нужно еще иллюстрации выкупить. У меня часть иллюстрации есть, но некоторые иллюстрации придется выкупать. Плюс у меня есть красивая идея попробовать интерактивность добавить. То есть, скажем так, на картинке добавить некий символ, наводя на который, то есть запускается видео. И можно посмотреть не просто картинку, как Агарин говорит, поехали, а это видео. Но эта картинка известна, но также можно найти оригинальные съемки собачьих в космосе и показать, как они там плавали, и капитализировались. Или американские тоже проекты. Вот все это сделать в интерактивном виде. Но также книга будет реально очень уникальная. Я очень много сидел в архивах. Это вторая моя кредо. Очень много вокруг несчастных нашей космонавтики ходит легенд, мифов, которые уже люди настолько привыкли, что даже не обсуждают и забывают о том, что было. Чаще всего можно понять, просто подняв старые даже газеты и воспоминания, но много открытых архивов в архивах очень много документов, которые давно сняли гриф секретности. Их никто не знает, просто потому, что их никто не публикует. Вот я сижу в архивах, поднимаю документы, изучаю их. У меня много документов, связанных, например, с собачками. То есть про собачки достаточно мало информации, к сожалению. Самая большая информация это была книжка Ездовского в 90-х годах. Кое-где ошибся, все-таки он уже был достаточно в возрасте. Я поднял официальный отчет, из которого были написаны сразу после всех полетов. Я могу рассказать, как готовились собаки, как они выглядели, какие результаты были получены. Это замечательно. Также то же самое отчет Инеева. Я показал фотографию картинки. То есть он был известен, но при этом я ее, наверное, впервые вытащил в Институте Прилоговой Математики. Он там лежал, я сфотографировал, и вот хочу обработать. Также я пытаюсь пустить, скажем, в архивные документы. Наверное, в курсе о том, что я не только книжки научно-опулярные пишу, но пытаюсь в сборнике документов. Вот тут виднеется Абалон, это такой просто проект. То есть программа Абалон советских космических документов. Я вытащил все то, что нашел в советских документах программу Абалон. Конечно, она была не основная тематика, об основном наши проекты обсуждались, но те моменты, которые были, мне казались интересными. Также я сделал книжку про Луну 9. В этом году юбилей посадки первой станции успешной на Луну и передачи первой панорамы. Вот я тоже делал книжку про Луну 9. Это был сборник документов, где вытащил отчет в Рыганде очень подробный, там на 225 страницах, описывающие, как там его делались и так далее. Он был рассекречен, нужно было его заказать, оплатить. Самый большой, конечно, оплата всех этих документов для публикации. И вот я выпустил книгу. Для специалистов Americano интересная. Для других, наверное, нет, но я надеюсь, что она просто войдет в обиход и будет нравиться людям, то есть специалистам. Павел, мне кажется, что ваши книги особенно интересны тем, кто, может быть, не специалист, но такой верхний уровень популяризации, то есть для тех людей, которые хотят подробно узнать, хоть и не являются специалистами в теме. Вот, например, ваша книга про Венеру, она своей подробностью очень в хорошем смысле меня потрясла. То есть, ну, во-первых, самой мыслью о том, сколько всего, как с нашей стороны, так с американской стороны, было неудачных. Неудач, чтобы обеспечить те небольшие удачи, о которых мы, в общем-то, все знаем. Да, и вот просто хотя бы просто представление о том, на скольких пробах держатся наши удачные попытки в космосе многого стоит. Поэтому я еще раз хотел бы обратить внимание всех на эти книжки. Павел, а вы можете вот эту ссылочку в чат переправить, потому что многие, может быть, затруднятся это повторить у себя на клавиатуре, а если можно будет ткнуть в чате, это будет хорошо. Пошла, чат ушла. Ага, ну и у меня к вам такой вопрос, раз уж в чате, кстати, чат, вы чего не задаете вопросы? Задавайте, я пока за вас задам вопрос. Ну, смотрите, я хотел сказать, вот у меня есть научные популярные книги, вот Луна, Венера, я пытался сделать так, чтобы они, скажем, были в том числе интересными, скажем, для продвинутого девятиклассника, потому что еще приходится вспоминать всякие там спектры и так далее, это уже девятый класс, но при этом без спектров в Венере никуда, но Луна более простая в этом смысле. А также спорники документов, это вот Луна-9 отчет про Гагарин, про Н1-0-3, там в основном фотографии и Аполлон. 15 витков в Союзе это тоже скорее популярная вещь, что так половина, там плей на книге, книжка про как там трагедию Комарова, плара и плей на всякие отчеты, которые добавил, в частности, я добавил туда расшифровку, там, по-моему, специально этим занимались, последних витков Союза-1, то есть последних витков все переговоры в этой книге впервые были опубликованы. Последние пять витков. Ну да, я слушаю опросы в чате. Павел, как вы считаете, почему в 50-х годах американцы отказались от, возможно, по политическим соображениям, как вы сами сказали, от концепции фон Брауна, а во время полета на Луну они уже согласились с его проектом и взяли его в качестве главного конструктора, генерального конструктора проекта. Просто время прошло или как? Не, ну, на мой взгляд, вы сказали про Луну, читали же книжку о Луне? Да. Хотел сообщить, что как раз в этой книжке очень подробно описывается история изменения, то есть, смотрите, да, Вернерфон Браун до 57-го года казался нацистским инженером, который, конечно, вытащили, что в том числе Советскому Союзу не достался, дали возможность, но он тогда был, скажем так, одним из многих, то есть, не только он занимался ракетной техникой тогда, там были другие компании, которые этим занимались, и он периодически, конечно, получал там заказы, но это были не основные. И тогда вот проект Вернерфон Браун действительно, об нем вспоминают, как могли запустить первым. Это в том числе возможно, но реально он был с точки зрения науки никаким. То есть, шансов, что спутник никто бы не увидел на орбите, было бы достаточно много. То есть, но понятно, что, скорее всего, даже если он предлагал серьезный проект с аппаратурой, то никто бы ему не разрешил, потому что опять же, сильные антигерманские страны действительно тогда царили, и понятны причины. Но после 57-го года, то есть, после 4 октября 57-го года уже даже бывший нацистский преступник оказался лучшим русским, который уже запустили спутник. Поэтому в тот момент уже было дано разрешение Вернерфон Брау начать готовить ракету для запуска, но даже в этом случае эту ракету поставили после следующего запуска Авангарда. Но также в конце 57-го года был большой плюс, которого не было в 55-м году или даже в 56-м году. Под программу Авангард уже было создано как научное оборудование, так и станция приема, они уже принимали первый спутник, и передатчики. То есть, не надо было запускать голый шар, как планировал Вернерфон Браун. Он тоже мог запустить полноценный спутник. То есть, по сути, проект Explorer, первый спутник в США назвали Explorer, это был симбиоз двух программ, как Арбитра, так и от Авангарда. От Арбитра он взял проверенную на тот момент ракету-носитель, она была проверена для испытаний боеголовок, а от Авангарда взял наземку, взял научные приборы, взял передатчики, и вот все это как раз привело к Explorer. То есть, не было, если бы послушали время Фе Брауна, по сути, это было еще хуже, чем у них был бы спутник, но не было никакой научной аппаратуры, пришлось бы долго мучиться потом создавать. В этом случае их повезло. Но также, так как он стал уже автором первого спутника Земли, он уже отношение стало другим, то есть, он стал прометой Америки, поэтому, да, то есть, он стал более влиятельной фигурой, и его проект, там, Сатурн, уже не стали задвигать в сторону, то есть, они стали рассматриваться и использоваться. То есть, отношение в обществе поменилось. Конечно, он сам менял долго отношения, а он специально там с Диснейм сотрудничал, рассказывал про космические полеты, явно это делалось специально, в том числе, чтобы изменить отношения, он все понимал, как о нем думают. Но это помогло, и вот он стал главой компании, которая зарабатывает именно носитель на Луне. Но сказать, что он зарабатывал носитель, Сатурн-5, то есть, не он занимался всей программой, то есть, программа NASA, там были специальные, то есть, причем даже носитель разрабатывал не его там, рестонанский арсенал, то есть, там одну ступень разрабатывал Боин, вторую, Макдоналл, он, скажем, центра маршала стал, рестонанский арсенал центра маршала, он занимался некой, там, общую концепцию выделил, а также следил за ее реализацией. Но это именно носитель, потом корабль делал North American, а посадочную ступень делал Грумман. То есть, по сути, были проведены крупнейшие авиационные компании Америки для реализации программы Saturn Apollon. Сводить первую фон Брауна было несколько упрощать ситуацию. Я смог ответить на вопрос? Да, спасибо большое, Павел, появились вопросы в чате, посмотрите, пожалуйста. Сейчас. Так. Собачек готовили как людей? Ну, смотрите, надо понимать, что собачки как бы были несколько разных у нас программ подготовки. То есть, первая программа подготовки с самого первого пуска 51-го года. То есть, тогда, да, собирали дворняжек, всегда собирали дворняжек для этих целей, но в первую очередь там их отбирали по весу, ну, возрасту, вес там 5-8 килограмм. То есть, там не было их отдельных исследований, но их готовили по программе Павлова. То есть, их учили там заходить в герметичную кабину, то есть, там, туда бросали угощение, чтобы они туда зашли, съели после угощения, там, они запирали, перевязывали, а после выхода еще кормили. отрабатывали рефлексы. И там, причем, собаки были совершенно разные, там были как кабины, так и сучки. Точнее, была одна лиса, а остальные были мальчиками. Ну вот, и лиса, как раз, она была самая осторожная из всех, она очень сильно не входила, долго не входила в кабину, а порой, когда входила, даже потом отказывалась с угощения, у него был определенный стресс. Но, также на этих собаках отрабатывали кабину, потому что для человека еще более известно, сколько уделяет кислорода, то есть, употребляет кислорода для этого или кислого газа. Для собак не было таких данных, поэтому порой запирали, вот сам первый мишку и чижик, мы заперли в кабине, посмотрели, сколько они там, изменился состав воздуха за время пребывания в кабине. Ну и вот, соответственно, на них отрабатывали кабину, их тренировали сеть в этой кабине. Также был проведен эксперимент, опять же, с мишкой и чижиком огневых испытаний, то есть, в кабину поставили на готовую ракету Р-1 для огневых испытаний, то есть, ее поставили, включили двигатель. Она не летала в космос, но при этом все вибрации, все звуки, они его пережили. И сбрасывали в эту кабину с самолета для испытания парашютной системы, опять же, собачек. А также, перед самым полетом их уже готовую кабину, которая готова была для запуска, опять же, запирали, проверяли работу всех этих научных приборов, то есть, там АКГ, температура и так далее, чтобы они привыкли. И только после этого ставили кабину на ракету и запускали. Это вот была первая наша программа, скажем так. А вот, например, когда готовили собачек к полету на орбиту в рамках программы «Восток», то есть, перед полетом «Гагарина» у нас была большая программа «Восток-1», сейчас называется «Одинка» скорее, о том, что вот «Белка и Стрелка», самая знаменитая, там уже отбирали собак, а также их были медицинские исследования, то есть, их долго изучали по здоровью и так далее, то есть, пошла уже большая медицинская, не просто по массе, причем тогда выбирали как раз только девочек для удобства изготовления сенсионного одежды и прочее, прочее. Но их тоже готовились, они сидели в кабине, у них отрабатывали съемку камер, а потом, соответственно, запускали в космос, «Белку и Стрелку», а потом «Чернушку» и «Звездочку». Павел, а это правда, что американцы сильно пожалели, что запускали не собак, а обезьяны и много с ними намучились? Ну, не в любом случае с ними намучились, но это было очевидно в самом начале, они не отказались от людей, то есть, когда запускали в самых первых собак, то есть, обезьяна «Фау-2», то есть, по сути, первого ждущего шеста была обезьяна, но она не смогла вернуться, у них не раскрылся парашют, то есть, у них были проблемы с парашютной системой, реально, то есть, на всех «Фау-2» ни один парашют нормально не отработал, когда пытались запускать обезьян. Они там мышкой один раз запустили, но в основном обезьян. И да, то есть, они взяли обезьян, считали, что они легко дрессируемые, они с ними казались очень нервными, то есть, и человек, который занимался с обезьянами, вспоминал, что приходилось там перчатки одевать, потому что они все царапали и все прочее. Невозможно было с ним работать. И оказалось, они ближе всего к человеку, поэтому они эту идею оставили. То есть, хотя было очевидно уже в конце 40-х, о том, что обезьян очень плохо подходят с точки зрения дрессировки, тем не менее, они это оставили и продолжали. Они потом запустили на Юпитере двух обезьян, которые вернулись, но потом одна из них погибла при операциях. Но потом уже в рамках Меркурия, на самих тестовых Меркуриях тоже запускали в космос обезьян. Просто они уже привыкли, отработали к ним. Наверное, то, что действительно они не подходили по их мнению, а все равно их запускали. Пожалели уже в 40-х причем. Правда, что французы собирались кошек запускать? Они даже запустили на сутоком не одну. Это был единственный случай у кошка Фелисита. Фелисита, так, кажется, называлась. Ну, это, по-моему, суборбитальный был. Ну, полеты на ракетах тоже были суборбитальными. Соответственно, и обезьянки были суборбитальными вплоть до последнего Меркурия. То есть, практически все обезьянки на Меркуриях были суборбитальными. Понятно. На самом деле, ну, здесь надо еще смотреть, еще недавно были пуски. Я пытаюсь вспомнить, просто, ну, недавно же Иран запускал в космос ракету. Там тоже, кажется, обезьянка сидела. Были все. Это уже в этом веке. Тоже вы выбрали ее. А китайцы запускали не обезьяны, кажется. Вот они там и выбрали. Неужели панк? Нет, не панк. При испытаниях Снежова там тоже были биологические объекты. До этого я не думал об этом. Конечно, когда читал, сейчас уже не могу вспомнить, что там было. К сожалению. Понятно. Владимир задает вопрос, какие источники использует автор, создавая свои книги? Ну, частично вы ответили на вопрос, но, может быть, чуть поподробнее. Не знаю, что значит, первый спутник запустили на Венеру, а не на Марс. Первый спутник замустили на орбиту Земли, соответственно, а потом дальше запускали к Луне. И первая попытка наша запускная межполетная траектория была именно к Марсу. Это был сентябрь 60-го года. И с этим связана веселая история. То есть, мы параллельно готовили проект Восток, соответственно, и подошла кно для Марса. Это были совершенно еще сырые системы, но мы успели подготовить и на Земку, то есть в Евпатории поставить систему дальней космической связи, сделали ракет-4-х накоситель молнией, потом стал называться способностью запуска ступени в невесомости после полета на орбите Земли. Это был первый запуск к Марсу. Октябрь, сентябрь 60-го года. И с того, что уже был запущен белкой стрелкой, ему уже было официально понятно, что мы работаем на пилотируемый полет. Подготовка нашего полета на Марс была принята всеми американцами, что мы уже готовим запустить человека в космос. Также масло подлили военно-морской флот наш, который просто отправил в Атлантику несколько кораблей для дальних экспериментов, связанных с радиолокацией. Вот американцы узнав, что, во-первых, мы закрываем районы для запуска ракеток, стандартных, как мы закрывали, в Атлантике также наши корабли с вертолетами, мы запускаем человека в космос, который, видимо, должен спуститься в Атлантику и найти при помощи вертолета. Реально было истерие, что все, они уже готовы, и только сошло нет, через некоторое время когда понятно, что никаких новостей нет, но лучше тогда начались истории, может быть, запустили, но неудачно, чем-нибудь такое. Это вот запуск к Марсу, но он был неудачным, все пуски, и, скорее всего, здесь не долетелось, аппаратура была сырой. А вот потом подошло стартовое окно к Венере, и запустили уже к Венере. Станция Венера-1, она тоже была сырой, а в полете там были проблемы с наведением антенны на Землю, поэтому она в большой степени даже пролетела мимо Венеры в рабочем состоянии, потому что мы просили англичан, ловала в сферватории Джордл Бленк, чтобы он попробовал перехватить информацию, у него была самая большая антенна тогда размером на Земле, а на и сейчас одна из самых больших на втором или на третьем месте среди полноповоротных антенн, а тогда это было вообще нечто невероятное. И он некий сигнал получил, но поднесущие подостояния удалось, и там могли максимум данные магнитомеры быть получены. Но тем не менее, да, Венера может стать неудачным полетом, тем не менее, это был первый запуск на другой планете. Но первая попытка была к Марсу. По поводу источников расскажете? И источников каких? А вот Владимир задает вопрос в... Я чуть не вижу, я вижу только про Марсу. Выше, выше чуть-чуть. Какие источники использует автор, создавая свои книги? Ну, я сказал, во-первых, я очень сильно сижу в архивах, причем пытаюсь документы интересные опубликовать. Также я пытаюсь именно очень много наслоения вокруг нашей несчастной космонавтики, легенд, причем, как некоторые легенды пошли, порой можно догадаться, но очень сложно. Например, в некоторых источниках фигурирует некая боевая орбитальная станция начала 60-х годов, которую мы якобы разрабатывали. Есть реальные документы тех лет, никакой орбитальной станции нет. Если произвести историю, то это видно, что просто это было некое непонимание американцев, которые там неправильно поняли, нафантазировали, черти что, потом эти фантазии перешли уже в Рунет и там начали накручивать новую информацию. И вот теперь входит справочник, что очень неприятно. Поэтому пытаюсь отобрать самый первый источник, не пересказы испорченными телефона, от чего все это пошло. Кто был первый источник в некой информации. Во-вторых, взять оригинальные документы, те, что опубликованы, это вообще хорошо. Те, что не опубликованы, пойти в архив и их получить. Плюс еще есть научные статьи. То есть это Венера, она большей частью написана благодаря научным статьям в космических исследованиях. Я тогда смог попасть в архивы, но очень мало успел получить информации. Там есть красивые графики, которые я получил от Венеры, написано большей частью благодаря научным статьям, воспоминаниям. Вот Луна, уже я тогда серьезно работал в архиве, в том числе РГНТД. И тогда уже там многие нюансы, которые выточены из архива. Особенно это будет вторая часть Луны, в котором очень реально много проектов, по которым мы тогда не знали. Там тонкости связаны с проектами L1, N1, L3, как развивались дополнительные проекты. Ну еще вот в этом. Плюс еще я пытаюсь не только в архиве, например, я упомянул Институт прикладной математики, то есть там есть Мемориальный музей Кабинет Келдыш, я вот там смог найти как раз оригинальные отчеты, посвященные как спутнику, так отчеты Неева, которые сегодня вот упоминал и картинку показывал. Вот, и на всем этом я пытаюсь аккуратно понять все эти материалы, переварить и научно-полиарно описать. Все? Так, что тут говорят? Есть ли у автора информация? Я бы не сказал, что у нас действительно не сопоставим. На самом деле у нас достаточно неплохо. Если сравнивать с советской, надо понимать, с каким, скажем там, эпохой. То есть вот в начале в конце 50-х, в начале 60-х по сути у нас были исключительно академические проекты запуски к Луне, там, человека в космос и так далее. Но потом стало понятно, для чего нужен космос. И стали развиваться прикладная космонавтика. Военные, там, метеорологические спутники. И у нас был большой провал в конце 90-х, начале нуля-вих. Например, у нас было время, когда у нас не было ни одного петеорологического спутника на орбите. И надо было это восстановить. И по сути вот все эти годы прошло восстановление. Мы восстановили. То есть у нас действуют метеорологические спутники, причем достаточно разные. У нас достаточно неплохие там связные спутники. И решетневцы делают еще очень хорошие платформы. Военные тоже развиваются. Об этом известно. Причем ушли, наконец, от старых аппаратов, которые были еще советские, с возвращением пленки. У нас не так давно, в последнем, в 11-м году, кажется, полетел, в 14-м, фоторазведчик, который фотографировал районные земли. И на втопленку. И втопленка возвращала уже на нашу территорию. Вот слетают спутники оптической разведки. Ну да, нам, конечно, очень хочется, чтобы все это были спутники запуски к Луне, межпланетные станции, к Марсу и так далее. К Луне, кстати, в этом году летит аппарат Луна-25. То есть он уже готов. Где-то через полгода должен быть запуск. То есть он прошел испытания уже в барокамерах, он уже в Афте одет. И он ждет отправки на космодром Восточный. Ну да, очень хотелось бы, чтобы там были глобальные, серьезные проекты. И даже у нас, по сути, такой проект есть. Это полет к Луне, пилотируемый полет к Луне. То есть у нас цель это именно пилотируемый полет к Луне. В СССР в конце 80-х был принят в качестве глобальной цели, потому что наша космонавтика любит некую глобальную цель, которую нужно придерживаться. Это был полет к Марсу. И мы многое сделали, но в 90-е годы было не до Марса. В 2009 году эту цель решили уменьшить и стали думать, что у нас глобальная цель пилотируемый полет к Луне. И все для этого делают корабль Федерации, возможно, слышали. То есть сначала это был ПКТНП, перспективный транспорт и корабльного поколения. Потом встал Федерация, а сейчас встал Орел. Его делают, то есть если найти, можно найти испытания, то есть там, когда сбрасывают опоры, какие там уже изменения в теплозащите, там должны быть другие теплозащиты. Но делают очень медленно, к сожалению. В 2009 году начало, и вот, надеюсь, через пару лет он наконец полетит. Официально уже не говорят, что делаются первый летный, экземплярный, летный, кач-тестовый, то есть непилотируемый. Но кроме корабля нужно же что-то отбравило к Луне. Для этого нужен свертяж. После свертяжа были большие битвы. Казалось бы, все уже принято, красивая идея, свертяж в Нисей на базе Союза-5. Но в прошлом году умирает Евгений Микринт, коронавируса, который был у нас главным конструктором в Роскосмосе. И с тех пор, насколько я понимаю, несколько раз это дожить сфакантно, то есть у нас нет главного конструктора по плотируемому направлению в Роскосмосе. В РКК-энергию заняли, но в Роскосмосе нет, и там начался разброс шатания, то есть Хруничев продвигает Ангару опять, хотя он не тянет на свертяж, то есть там приходится делать многое количество многопусков, и из этого начинаются проблемы. Но они явно протолокнули, то, что у нас уже Ангара опять есть, а свертяж с половиной раз это делают на метановых этих, то есть с половиной раз это делают на вот этих. В общем, там сейчас идет разброс шатания, к сожалению. Но в целом глобальная цель у нас есть, это полет к Луне. Корабль для этой цели уже делается. Жалко, что мы на третьем месте, потому что у американцев он уже готов, испытан этот Орион, делается уже свертяж, он уже проходит специально в космодроме. У Китая тоже есть корабль-полеполеты к Луне в прошлом году вы испытали. Может помните, он там был в начале этого года, был такой полет. Они как раз на орбите Земли испытали нужную энергетику для прихода на орбиту Луны, исхода с Луной. То есть это был прототип платируемого корабля. Они тоже испытали в космосе, как у американцев. Но их нет свертяжа в Китае. А у нас пока на Земле и корабль, и с свертяжем полные непонятки. Единственное, что опять же, у США тоже задержки с лунной программой после прихода Байдена. Они же начались активно после Трампа. Сказал в 2024 году выставить американскую новую. Сейчас все это сдвигается. Китайцы тоже заниматься будут параллельно сборкой такой модульной станции на орбите Земли. У них базовый блок даже был в прошлом году полететь, но возможно полетит в этом году. То есть у них в 20-е годы будут собирать такой аналог мира на орбите Земли. Параллельно может испытывать свой корабль. Ну вот и мы тоже что-то делаем. На третьем месте реально делаем при этом. Медленно делаем. Павел, а мы не утеряли технологии водородных двигателей, потому что мы впервые их в энергии попробовали и с тех пор у нас ничего больше не было с водородными двигателями. Ну, впервые мы их и сделали для N1. На самом деле они были готовы, испытаны, причем несколько двигателей сделал Исаев двигатель небольшой, Юлька сделал, достаточно неплохой двигатель. То есть у нас большое количество водородных двигателей, которые есть, но мы не использовали. Также мы потом сделали разгонный блок для Индии водородный, и он бы сейчас летал, если бы не санкции, которые ввела США, заявив, что передача водородных двигателей Индии это нарушает распространение ракетной технологии, что достаточно глупо. Делать баллистическую ракетную ракету на водороде это глупо. В целом возможно. То есть то же самое Воронеж, он отрабатывает уже новый двигатель, даже кажется, отработал именно водородный двигатель, простой схеме американской. Здесь главная некая заправка, но мы планировали на свертяже от Енисея, что водородный двигатель там будет на верхней ступени, грубо говоря, разгонный блок, который должен направлять к луне. Для него требуется меньше водорода, то есть двигатель может, кстати, я в этом не сомневаюсь, честно. Только размерность у нас не подходит, приходится делать с нуля. Например, вот как планировался, вот как заправляется блок Д на протоне. То есть там ведь он, казалось бы, протон, гептиловая ракета. Гептил и там не азотная кислота, а что там? Тетроксид азота. Ну, в общем, там нет кислорода и керосина, который используется в блоке Д. Тем не менее, он спокойно летает, выводит спутники, трансляционеры, межпланетные станции. Для этого используется отдельный поезд. То есть сначала в МИКе заправляют керосином блок Д, потом вывозят ракету на старт, поднимают, подключают отдельно, и подгоняют в поезд с жидким кислородом, который отдельно заправляют. И вот так же, например, планировался водородный блок на том же протоне. То есть отдельный поезд, который подгоняем к протону и заправляем. То есть в целом надо смотреть, что планируется при строительстве третьей очереди на восточном, потому что свертяж должен выпускать именно из восточного. Но для разгонного блока вполне возможна такая схема. То есть подгонять несколько поездов, которые с водородом, и заправить его уже на этом. Там не требуется именно как у водорода гигантский центральный бак именно с водородом. Там объем гораздо меньше, потому что это третья ступень. Но что сейчас не будет, то что сейчас начинают думать про метан, свертяжи, и там реально разброс шатаний чистой воды. Понятно. Павел, я правильно привел адрес вашего лайф-джурнала? Пилот в Пиркс, где вы привели? Правильно, да? Да, правильно, да. А вот, я всем рекомендую сходить тоже туда и читать то, что Павел пишет. Я сейчас там публикую как раз фрагменты Венеры в вебовой архиве. Думаю, это интересно. А вот вопрос зубовый. Я правильно ответил, что у нас именно перспектива, это Луна? Да, у нас есть проекты, но в качестве некой такой флага мы вот думаем про полеты к Луне, то есть полотируем полеты к Луне. Медленно думаем, но думаем. Надеюсь, что мы не откажемся, потому что сная проблема, кто помнит, вот пришел Буш, начал полет на Марс, в НАСА, пришел Обама, отменил полет на Марс, что называется, и он остался подвешен. Вот пришел Трамп, сказал, 24-го года, дайте мне женщину-американку на Луне, пришел Байден, и все стало уменьшаться финансирование. Все это упирается в финансирование. Будут деньги, если вдруг, если все будет, не будет денег, все будет либо очень медленно, либо все отменяется. Вот как-то так. Кто-то ведь подсчитал, что полет к Марсу должен стоить порядка триллиона долларов. Нет, что-то перебор, ну 300 миллиардов долларов, где-то такая оценка. Понятно. Ну смотрите, американская Паполон в тех ценах стоила 25 миллиардов. В современных ценах это где-то 160 миллиардов долларов, на самом деле. Ну, они практически делали ее с нуля, то есть началось на программу, когда же американца не было ни одного на орбите. И по всем оценкам, которые я видел, это полет на Марс условно должен стоить порядка 300 миллиардов, ну сотни миллиардов долларов. На самом деле сейчас уже много известно, то есть, если отработаем, особенно на Луне, американцы, СЛС и прочее, то многие технологии уже будут готовы для полета к Марсу. В основном там не хватает СЖО, там некоторых элементов. Поэтому да, пара сотен миллиардов, триллион это уже явный перебор, мне кажется. Это моя версия. Понятно. Ну вот вы в основном говорили о наших достижениях в последнем своем ответе, о пилотируемой космонавтике. Тем не менее, американцы, если говорить о их достижениях, прежде всего, конечно, приходит на ум то, что они посетили все планеты. Сейчас серьезно? Я не знаю. Ну, мне, по крайней мере, кажется, что это... Мимо пролетели, может быть. Ну, где-то мимо, да, где-то мимо, где-то серьезно поизучали. А у нас к этому вроде бы даже и нет предпосылок таких, чтобы слетать там, например, к Сатурну, что-то поизучать, к спутникам Сатурна. Или как? Ну, опять же, они были в СССР. Просто отчасти американцам повезло от программы Большой Тур, в которой они полетели практически все. Это был уникальный случай совпадения всех планет, из-за чего, кажется, Куран, и с тех пор никто не летал. Единственная фотография, которая есть, это вот Воджера на пролете. Причем только одного из Воджеров. То есть, реальная программа серьезная, у них действительно Юпитер сейчас вращается там станция, возле Сатурна вращалась Кассини. Вот это реально действительно... Пролетные миссии нехороши в начале, но не сейчас пролетные миссии бесполезные. То есть, да, пролетные миссии хороши для первого раза. Вот как недавно было с Плутоном. Первый раз пролетели, все хорошо. Вторую пролетную миссию и Плутона отправлять бесполезно. Всю информацию мы получили. Фотографии есть, как выглядит Плутон. Нужно уже дальше отправлять Плутону спутник, грубо говоря, посадочный аппарат и прочее, прочее, прочее. Эта задача уже на порядок выше. Реально, там несколько порядков выше. И вот американцы, по сути, это сделали с Юпитером и Сатурном. Причем Сатурн уже не планируется. Возможно, думают про Уран, но пока только думают, это возможный план. Но пока вот дотянулись по энергетике в Венере, но сейчас у нас, как говорю, все силы уходят в основном на лунную программу, причем как пилотируемую. Даже вот про спектры явно тормозятся. Спектр УФ, казалось бы, нужно финансировать, он будет готов. Потому что уже непонятно все, как делать, но нету. Также проблема с Венером и Д, она болталась, несчастная, как черти что, с начала нулевых годов. И вот, наконец-то, после того, когда мы обнаружили ФАФСИН, опять ее похоже финансирование и пошло. А так она висела, потому что людям было неинтересно, зачем делать то, что уже делал Советский Союз. А вот в Советский Союз что летел, поспал, а сделать что-то гораздо более серьезно, следующий порядок, у меня слишком сложная планета, чтобы это сделать. Требуется очень много денег, то есть там не в два раза на порядок, скажем. Ну, а на Марс улетим, то с европейцами объединились, летим на Марс. Ну, тоже дорого. Но мне видится, что имеет смысл хотя бы даже повторить, потому что такое впечатление, что с появления России на карте, а не Советского Союза, мы ничего нового ведь не сделали. Хотя бы повторить, чтобы показать, что мы наследуем. Это логичная идея, да, хотелось бы повторить, но оно ведь не только у нас работает. Когда выделяются деньги, проще выделить деньги, скажем, что-то более новое. Вот казалось бы, ладно, Россия ничего не повторила, но почему США не повторила там достижения Советского Союза в Венере? Почему у них нет ни одного нормального посадочного аппарата на Венере, там с панорамой и так далее? Они ведь тоже там, опять же, фантазировали, были планы доставки грунта с Венеры реально там в 90-х годах, марсоход, то есть венероход на Венеру и прочее. А стактовать с Венеры это вообще реально? Ну, уже тогда было понятно, как это делать, хотя у нас тоже делается программа по доставке грунта с Венеры. Идея совершенно понятная, как это сделать. То есть берешь тверотопольный двигатель, грубо говоря, опускаешь туда, загружаешь грунт, дальше надувается аэростат, поднимается его в верхние слои атмосферы. Просто запустить двигатель на поверхности в Венере не получится. Большая атмосфера и там тяга будет никакая с удельным импульсом. Поэтому поднимаем вверх, включаем двигатель и улетаем. Технически задача решаема, но практически это дико дорого, тяжело и куча других проблем. Понятно. Павел, огромное спасибо. Мы с вами провели замечательную беседу и вы нам прочли замечательную лекцию по поводу первого спутника. Вторая часть тоже была очень хорошая. Я хотел бы вас поблагодарить и всех, кто присутствовал у нас. Ну, просто еще раз обратить внимание на книжки Павла. Это просто замечательно. покупайте эти книжки. Точнее, участвуйте в их разработке и печати, потому что Павел сам себе издатель. Вот. И это придает тоже дополнительный смысл вашему участию в этих программах. Ну, что ж, Павел, огромное вам спасибо. Спасибо, что нашли время прийти к нам. Спасибо, что провели такой замечательный разговор. всем, кто у нас присутствовал. Спасибо, что слушали и задавали хорошие вопросы. Надеемся, мы когда-нибудь с вами еще пересечемся. И надеюсь, что для вас это тоже было полезным опытом. Всего доброго. Всего доброго. Большое спасибо. Всех с праздником. Всех с праздником. Успех. Все, что дальше? Можно просто нажать на кнопочку прекратить вещание над вами. Хорошо. Хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok